Привет, мои дорогущие друзья! Этот ролик необычный. Я решил соревноваться с такими каналами, как Видеолепка и Лепка ОК. Ну, может быть еще с Лепкой Шоу и некоторыми другими. Но в первую очередь с Видеолепкой и Лепка ОК. Эти два канала изумительные каналы. Их авторы Роман и Камила, а также Алексей, Галина и другие настоящие мастера своего дела. Я их очень люблю и сам частенько смотрю, что они лепят и восхищаюсь их работами. И если вы хотите наблюдать за нашим соревнованием, то для этого вам нужно, конечно же, подписаться на мой прекрасный канал Лепка Хоррор Шоу, а заодно и на мой второй канал Лепка Гоу. И тогда вы сможете сравнивать произведения скульптурного мастерства наших великолепных каналов. Лично я хочу не просто соревноваться с ними, а доказать вам, мои дорогие зрители, что я лучший! Сомневаетесь? А вы досмотрите мой ролик до конца и сравните его с роликами Видеолепки и Лепки ОК про Акулу-самолет. А затем сами сделайте вывод. А коли вы подписались, то сможете и дальше наблюдать за нашей прекрасной конкурентной борьбой и делать свои правильные выводы. Вы ведь хотите получить заряд эмоций, верно? А некоторые из вас хотят научиться лепить так же хорошо, как ваши кумиры, верно? Вот и смотрите и сравнивайте. Итак, в этом ролике я хочу в процессе лепки обсудить, с одной стороны, информацию об Акуле-самолете, с другой стороны, слепить такую фигурку, чтобы у вас мурашки по коже, чтобы вам действительно стало страшно, чтобы ух, что пробрало, чтобы не было скучно, чтобы кровь побежала по жилам быстрее, чтобы адреналин выделился по полной программе. Ведь вы именно для этого смотрите каналы, на которых лепят монстров, верно? А не какие там сюси-пуси, котиков-собачек и прочих пупсиков. А если хотите смотреть что-то не страшное, смотрите мой другой канал, Лепка Гоу! А на этом канале Лепка Хоррор Шоу. Все по-настоящему криповое, без обмана. Итак, об Акуле-самолете. Как на Лепке ОК, так и на Видеолепке авторы неправильно произносят ее оригинальное название. Следует произносить так. Эйкрафт Шарк. Так же, на этих каналах совершенно непонятно говорят о происхождении этого существа. Я нашел лишь один источник, сообщающий об авторстве. Это сайт Trevor Henderson Fanon Fandom.com. Должен заметить, что это какой-то левый сайт, то есть не настоящий фэндом-комп, а какая-то его подделка. Так вот, на этом сайте написано, что автор рисунка этого существа, то есть акулы-самолета, компания Funky Stuff Animations. Впрочем, все это, на мой взгляд, не имеет большого значения. Что говорят авторы каналов Видеолепка и Лепка ОК об этом монстре? Давайте по порядку. Видеолепка вообще не знает, кто придумал это существо. Он так и говорит, его придумал не Тревор Хендерсон. Что ж, в этом он, безусловно, прав. Его придумал не только не Тревор Хендерсон, но также и не Ганс Христиан Андерсон, не братья Гримм и не Александр Сергеевич. Ну, Пушкин, разумеется. Также его придумал не Моргенштерн, не Путин, не Трамп и не многие другие. А придумал его, если верить сайту Тревор Хендерсон Фанон Фэндом. Кто-то из компании Funky Stuff Animation. Ну, я уже об этом говорил. Идем дальше. Видеолепка говорит, что высота акулы примерно 50 метров. Ширина от 25 до 50 метров. А длина при этом от 15 до 30 километров. Вы можете такое представить? Какие-то странные пропорции. Если бы акула имела такие размеры, то она выглядела бы словно волосок. Длинненький и тонюсенький. А скульптурки, которые они вылепили, выглядят вполне пропорционально. То есть, как настоящие акулы. Что-то не так, как вы думаете? Иными словами, высота акулы составляет, ну скажем, десятую или двадцатую часть ее длины. Соответственно, она составляет 1-2 километра, а не 50 метров. А на канале Лепка ОК тоже самое. Такая же чепуха. Видимо, кто-то из них содрал информацию другого. Кто у кого, не знаю. Пусть сами между собой разбираются. Если хотят, конечно. Далее Лепка ОК говорит, что было 8 случаев исчезновения пассажирских самолетов. Видимо, она подразумевает, что эти 8 случаев можно списать на акулу самолет. Мол, она их сожрала. Я лично считаю, что акула самолет сожрала более 100 самолетов. Именно такие данные приводятся на сайте birdinflight.com. С 1948 года по 2016 год в мире пропало без вести более сотни самолетов. Не факт, конечно, что все эти самолеты сожрала акула самолет. Но почему бы такое и не предположить? Лепка ОК утверждает, что акула самолет может быть добычей для других гигантов. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Во-первых, ее никто не догонит. Во-вторых, если ее размеры такие громадные, то никакому гиганту она не по зубам. А напоследок, позвольте высказать свою версию об этом монстре. Живет он на другой планете, на какой именно, неизвестно. А она Землю прилетает для того, чтобы полакомиться вкусняшками, то есть людьми. Кроме людей в самолетах, это существо может пожирать людей и на Земле. Да-да, представьте себе, оно выпускает лапы и ходит по земле. А потом эти разрушенные города и села списывают на какие-нибудь бомбардировки или что-то в этом духе. Вот она какая, моя акула-самолет. Жуть полная, не правда ли? Видно даже, что у нее в зубах застряли какие-то остатки. Не то существ, не то обломков чего-то. В общем, лучше такой на зубки не попадаться. Ну что же, дорогие мои, прощаюсь с вами. Уверен, что ролик вы оцените по достоинству, как и весь мой канал в целом. С вами был Хоррор Мейкер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова